Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала. Знаете, что меня больше всего радует по утрам, когда я поднимаю жалюзи и смотрю в сад? Не это. Эта красота красивая, конечно, но не долговечная, на полдня всего лишь. И даже не это, хотя тоже, конечно, очень красиво. Меня радует вот этот кустик, который находится у меня за спиной. Это лафанта нисовая. Вот сегодня о нем более подробно и поговорим. Лафанта нисовая – это корневищный многолетник. Что это значит? Это значит, что корень зимует в земле на протяжении многих лет. Он много лет живет. А вертушечная часть, вот эти зеленые, как принято называть, травянистые побеги, к холодам отмирают потихоньку. Растение очень интересное. И вот свой декоративный вид, на мой взгляд, очень декоративный, сохраняет на протяжении практически всего теплого сезона. Оно начинает отрастать где-то уже в конце февраля, в начале марта. Из-под земли, из корневища начинают отрастать первые побеги. Вот это цветение, вот эти свечки цветов, зацветают примерно где-то в конце мая. Ну, у нас тут, юг Украины, Запорожье, повторюсь. Свечки такого красивого, фиолетового, синеватого цвета. Ну, в зависимости от сортов. Есть же сорта, наверное, какие-то. В общем, ну, у меня такой фиолетовый. И вот это цветение, представьте себе, продолжается вплоть до первых заморозков. Ну, грубо говоря, где-то у нас до ноября, наверное. Ну, до октября уж точно. У него такие светло-зеленые листочки, удлиненные слегка, с зазубринками. Снизу еще более светлые, такие сероватые. В принципе, для серебристого сада, наверное, она даже подойдет. Ну, и повторюсь, вот эти свечки цветов украшают этот куст на протяжении всего вегетационного периода, всего теплого периода, причем с мая и до заморозков. Растение на одном месте, в принципе, может жить несколько лет. Ну, где-то так 5-6 рекомендуется. Затем куст желательно делить. Вот, собственно говоря, эту деленку я весной взял у своей знакомой, у которой, кстати сказать, на участке часто снимаю. Лена дала мне, поделилась вот этим вот небольшим буквально таким кусочком корневища, там с начинающими отрастать почками. Вот я его посадил, вот за этот сезон уже вот таким кустик вырос. Он невысокий, конечно, вырастает, где-то метр, метр двадцать. Ну, по крайней мере, в первый год у меня таким вырос, может еще чуть-чуть вырастет, максимум полтора метра. Он очень компактный. И вот это пятно, когда я, говорю, открываю, поднимаю жалюзи, смотрю в окно, в сад, утром, первое, что я вижу, это именно его. И буду видеть его на протяжении всего сезона. Чем же еще интересен лафант Анисовый, кроме своих декоративных свойств? Ну, для меня декоративная пока на первом месте стоит. Во-первых, это великолепный медонос. Вот те, кто занимается пасекой, медом, даже засевают целые поля лафантом Анисовым. Дело в том, что, ну, насколько я знаю, я медом не интересуюсь, более того, я его не люблю. Есть какой-то период у пчеловодов, когда пчелам негде взять нектар. И вот лафант Анисовый, палочка-выручалочка, потому что фактически цветет он, ну, весь сезон. Мало того, если поискать информацию про лафант Анисовый в интернете, то вы с удивлением, может быть, обнаружите, что это лекарственное сырье. Причем самое поразительное, что когда начинаешь читать перечень, от чего он помогает, там практически все болезни. То есть такое, в общем, лекарство универсальное от всех болезней. Ну, не знаю, от всех, не от всех, меня интересуют четыре вещи. Первая вещь – это средство для улучшения сна. Второе – это средство для очищения организма и выведения из него различных вредных веществ. Я живу все-таки в Запорожье, не забываем. Третье – это средство для улучшения потенции. Проехали. И четвертое – это средство для омоложения организма, для разглаживания морщин. Великолепный набор. То, что нужно. Ну вот, для того, чтобы собирать лекарственное сырье, подойдет любая часть растения. Ну, корни, конечно, мы копать не будем, а верхушечная часть, и стебли, ну, желательно молодые, конечно, брать. И цветы, и листья – все является лекарственным. Сейчас я буду срезать. Я потихоньку, конечно, щипаю. Я просто завариваю из него чай. Из него можно настойки какие-то делать. Я пока просто срываю листочки, веточки какие-то маленькие, и завариваю себе в чайничке. Где-то минут 20-30 постоит в чайничке, настаивается, и можно пить. Очень приятный такой, не знаю, нечто среднее между фенхелем, между анисом, между мятой. Даже какой-то, вот когда срываешь листочек, какой-то холодок такой во рту появляется. Не случайно его название – многоколосник фенхельный, там с эсопом еще какое-то название есть. То есть во всех названиях фигурирует вот это его ароматическое свойство. Это аромомасличная культура, эферомасличная, вернее. Ну и несколько слов про уход. Буквально несколько слов, потому что никакого ухода, собственно говоря, ему не нужно. Это неприхотливое растение, которое великолепно вписывается в концепцию малоуходного сада. Оно засухоустойчивое. Ну, понятно, что это не каптус, то есть, конечно, в засушливый период все-таки лучше его поливать периодически. Оно будет лучше выглядеть и будет быстрее наращивать вот эту свою зеленую массу, цвести будет лучше, более обильно. То же самое касается и удобрений. Без удобрений он спокойно проживет. Но если хотите улучшить его вид, ускорить рост, можно удобрять. Это делают обычно ранней весной, когда начинается рост. Ну и вот, в принципе, после срезки можно. Что использовать? Если хотите использовать его именно как лекарственное растение, то есть, ну, в пищу, грубо говоря, или там для косметических каких-то процедур. Из него, кстати, можно какие-то для волос, для укрепления волос делать вещи. Ну, это сами изучайте, находите. Так вот, лучше использовать, наверное, органику какую-то. Ну, у меня нет сейчас ни навоза, чтобы коровяк какой-то развести, нету ни птичьего помета. У меня есть вот такой жидкий биогумус покупной. Я когда-то рассказывал, показывал его уже. Оно хоть и покупное, но органическое удобрение. Вот сейчас я разведу в воде его и подкормлю немножко после того, как обрежу. Почвы. Вот с почвами важно. Любит он расти на хорошо дренированных почвах, застоя воды он не любит. У меня здесь фактически песок, причем мало того, что песок, но еще и песок в перемешку с каким-то строительным мусором. Мало того, здесь встречаются вот такие куски угля, то есть, видно, когда чистили печку, когда здесь жил кто-то, когда еще здесь была печка, вот остатки угля просто сбрасывали сюда и закапывали здесь. Никаком плодородии, конечно, здесь речи быть не может. Но, тем не менее, как видите, за один сезон он прекрасно вырос и радует меня. Я сейчас буду срезать вот эти веточки, связывать их в пучки и сушить на зиму. Ничего страшного ему не будет. Конечно, я все не буду срезать. Костик еще молоденький. Что-то оставлю, чтобы все-таки питание, фотосинтез был. И так потихоньку в течение сезона буду продолжать срезать и сушить. Это свое сырье на зиму для того, чтобы заваривать себе эти самые ячейки. А он будет потихоньку отрастать, продолжать и дальше. Так, берем секатор и режем. Ну, недавно мы лаванду резали, а теперь лафанта не срезаем. Как я сказал, пучки вот такие вот связывают и где-то подвешивают. Ну, как всегда пишут в хорошо проветриваемом, теплом месте. Обычно, ну, у меня, например, в квартире все это лаванда. Вот сейчас в квартире сохнет разложенная. Запах неимоверный, когда заходишь в дом. То же самое будет и с лафантом Анисовым. И вот, когда вы его высушите, вы положите его в какие-то бумажные пакеты, потом там или в контейнеры, ну, в коробки, в какие-то из-под обуви, ну, то есть кто на что гораст. И потом вы обнаружите, что в этих коробках, в этих контейнерах, в этих пакетах бумажных огромное количество семян. Потому что вы срезаете цветочки, которые уже отцвели, скорее всего. Ну, и которые цветут, но и те, которые отцвели. И там образовались семена. Они такие небольшие, такие, как орешки их называют. Ну, в общем, маленькие плодики. Вы спокойно можете их посеять. И лафанта Анисовым, помимо деления корневища, отлично размножается еще и семенами. Можно сеять под зиму, как мы сеем всякие зеленые культуры, когда уже начинает земля промерзать чуть-чуть, чтобы они, дай бог, раньше времени не взошли. Но это рискованный способ на самом деле. Потому что у нас, например, вот тепели часто случаются, они могут зайти не вовремя. Поэтому самый лучший вариант сеять их, конечно, весной. Буквально через две недели они всходят. То ли через рассаду, то ли в открытый грунт. Смотрите сами. Я в открытый грунт, честно говоря, в последнее время не сею. Потому что муравьи, потому что сорняки, я их в конце концов теряю. Поэтому мне проще через рассаду будет. Вот. И таким образом вы можете у себя иметь вот такой красивый кустарничек. В довольно больших размерах. Он, кстати, может служить, в принципе, такой как бы ширмой небольшой, невысокой. Как бы живой изгородью такой. От такой обрезки он только гуще будет становиться. Так что, в общем, рекомендую. Ну, а я пошел сушить, пошел заваривать себе чай. На этом сегодня прощаюсь. Смотрите видео, подписывайтесь на канал. Заходите на мою страничку на фейсбуке. Сад. Ежедневный уход. Годы идут. Вот уже и до лекарственных растений добрался. Всего доброго.